Здравствуйте! В эфире телеканал РБК УФА, региональный блок новостей в студии Максим Окунев. Пять грантов имени Мустая Карима получили студенты Башкирского государственного университета. Церемония награждения прошла сегодня в стенах Альмаматор. Обладатели гранта в течение многих лет занимались изучением творчества народного поэта Башкортостана, его произведений, переводами на иностранные языки. По словам учредителей фонда Мустая Карима, литературное наследие классика — это непаханное поле для молодых исследователей и краеведов. Книги Мустая Карима переведены на многие языки, по его пьесам ставят спектакли по всему миру. Произведения пронизаны светлыми идеалами гуманизма, доброты и дружбы. Его произведения, вот отношения ко всему, вот что такое добро, что такое зло, отношения к детям, взаимоотношения родителей и детей, вот это все у него в произведениях. То же самое, как в годы войны его произведения. Гранты вручаются уже несколько лет, и в год столетия великого поэта организаторы решили увеличить количество премий. Общественники-активисты предложили использовать научное изыскание студентов в качестве методичек для изучения творчества Мустая Карима в школах, детских домах, подростковых клубах. Мы сдали в честь юбилейного года, увеличили, а так у нас 2-3. Мы очень отбираем, там кандидатов человек 10 может быть, да, а мы не столько мы отбираем, мы совместно отбираем с факультетом. Ну, вот мне все равно, я могу и математикам дать, потому что если математик поэт, почему бы нет. У нас в республике есть такое, на самом деле, великое достояние, как Мустая Карим, и это было бы, конечно, большой ошибкой не поддерживать это, не сопутствовать тому, чтобы большое количество людей об этом знали, и чтобы в нашей республике это было достоянием. Поэтому пусть эти два дня, которые проходят в рамках столетия, завершения, так скажем, вот этого года, столетия Мустая Карима, пусть они пройдут с хорошим, добрым начинанием, и останется это все для наших детей, для наших внуков, для следующего поколения. И сегодня родные, студенты, деятели культуры, да и те, кто просто любит произведения Мустая Карима, возложили цветы к мемориальной доске у здания БГУ. В этом университете поэт учился на факультете языка и литературы и получил диплом в 1941 году. Высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее для сельчан. Сегодня Минздрав региона получил ключи от передвижных флюорографов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Башкортостана и Белоруссии. В республику поступили семь спецмашин белорусского производства. Первая партия отправится в Октябрьский район Уфы и Стерлитамакский район. В следующем году поставки мобильных диагностических центров планируют увеличить в 2-3 раза. Точную стоимость автомобилей журналистам не озвучили. Достаточно сказать, что в Российской Федерации много поставщиков, которые занимаются вот этой техникой. Но по критерию качества и эффективности стоимость белорусская техника выиграла. В рамках проекта развития здравоохранения Башкортостана в распоряжении медиков окажется еще 21 автомобиль. Помимо передвижных флюорографов, медслужбы республики получат и мобильные фельдшерско-акушерские пункты из Белоруссии. Техника приобретается в рамках ранее достигнутых договоренностей между республиками. Министерство экологии Башкортостана имеет претензии к региональным операторам по обращению с твердыми бытовыми отходами. При этом контракты, заключенные сроком на 10 лет, ведомство пока расторгать не планирует. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии региона Урал Искандаров. В течение года республиканские власти неоднократно высказывали претензии к региональному оператору Дюртюли Мелио-Водстрой. В 2018-м Минокология заключила с ним два десятилетних контракта на сумму 6 миллиардов рублей. Рекоператор обслуживает Северо-Запад, Республики и Межгорье. Комментируя качество работы, министр отметил, что все игроки по обращению с ТКО стараются и со своими функциями пока справляются. Кроме того, с 2020 года власти планируют пересмотреть тарифы. По оценкам экспертов, плата может вырасти более чем на треть – с 70 до 95 рублей с человека в месяц. Отмечу всего, в регионе работают четыре рекоператора. Это спецавтохозяйство по уборке города Уфы, далее Эко-Сити, Экология-Т и Дюртюли Мелио-Водстрой. К концу 2021 года власти Уфы планируют увеличить налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 5% до 13,5 миллиардов рублей. Для этого администрация рассчитывает выявить резервы пополнения казны и обеспечить эффективное управление муниципальным долгом. В будущем году город намерен использовать новые обоснованные заимствования на погашение уже имеющихся долгов перед банками и бюджетной системой республики, сообщается в программе управления муниципальными финансами, которую на днях приняли в администрации Башкирской столицы. На начало года задолженность города перед банками составляла 6,2 млрд рублей, по бюджетным кредитам, большая часть которых реструктуризирована на 2020-2025 годы, 3,750 млрд рублей. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня доллар и евро ушли в минус, а американская валюта подешевела на 33 копейки 64 рубля 1 копейка. Евро подешевел на 15 копеек, 70 рублей 90 копеек. Лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара в банке Финам 63,91, продажа в Солидбанке по 64,18. Наиболее выгодные курсы покупки евро в банке Финам 71,02, продажа в Солидбанке по 71,30 рубля. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.